Мы часто слышим от коллег-дизайнеров, что заказчики устали от холодного хай-тека и избыточного пафоса в интерьере. Сегодня загородные дома и квартиры стараются делать более атмосферными, простыми и уютными. В отделке смещается фокус на использовании натуральных материалов. Искусственная скала привносит в интерьер атмосферу единения с природой с одной стороны и дает чувство стабильности и защищенности с другой. Сегодня речь пойдет об искусственных скалах в интерьере. Мы покажем, в каких пространствах она создает нужный акцент, а в каких стилях интерьера смотрится наиболее гармонично. Также в этом выпуске мы собрали для вас большую коллекцию скал в светлых тонах. Вы на канале студии 7 чудес света, с вами Евгений Бессонов. Впереди самое интересное, не переключайтесь. Акцентная скала в гостиной – один из самых частых запросов от заказчиков. Она может находиться в ТВ-зоне, облицовывать колонны, быть частью камина, зонировать пространство. В загородных домах скала может стать частью атриумного пространства. На одном из таких проектов, кстати, сейчас работают наши ребята. Скала из архитектурного бетона в интерьере квартиры? Да, неплохо. А как насчет скалы высотой 6 метров в бане? Чаще всего скалы в гостиных дополняют интерьеры в скандинавском стиле. И это не случайно. Скандинавский стиль олицетворяет гармонию человека с природой. Концепция скандинавского дизайна наполнена светом и воздухом. Ее отличает естественность и легкость. Основными составляющими скандинавского стиля являются использование природного материала, функциональность, лаконичность и красота форм. Он олицетворяет строгость и подчеркивает благосостояние своих хозяев. В нем одновременно присутствует легкость и изящество, основательность и даже некоторая суровость. Искусственная скала в темных тонах идеально вписывается в такое пространство. Субтитры создавал DimaTorzok Скала в спальне и минималистичный дизайн Я думаю, что скала в спальне – это отсыл к далекому прошлому, когда древние люди укрывались в пещерах от диких животных и ненастий. Согласитесь, скала в изголовье кровати смотрится свежо и нетривиально. Хотим мы этого или нет, на подсознательном уровне скала ассоциируется у нас с надежностью, постоянством и силой. Такая атмосфера помогает расслабиться и способствует качественному отдыху. Скала в изголовье кровати прекрасно вписывается в минималистичный интерьер, который не терпит излишеств. И, наверное, большинство скал мы выполнили для объектов в этой стилистике. Минимализм строится на простых формах, лаконичности в деталях, строго выверенных элементах убранства. Когда отсутствуют цветовые излишества, акцентами становятся нюансные сочетания и сочетания фактур. Например, брутальная скала и постельное белье из натурального хлопка. Минималистичный интерьер свободен от визуального шума. Ненужные детали не давят эмоционально и не перегружают. Мозг отдыхает, не отвлекаясь на ненужные декорации. Скала в кабинете и неоклассика. Не все женщины приветствуют наличие скалы у себя в гостиной или спальне. А вот рабочая зона – это оптимальный компромисс. Кабинет для мужчины – это его личное пространство. Возможно, вы слышали выражение от популярного американского психолога Джона Грея «Уйти в пещеру», что означает абстрагироваться от внешних проблем и суеты, чтобы сосредоточиться на решении конкретного вопроса. Можно сказать, что скала в кабинете визуализирует эту метафору. Скала в кабинете всегда говорит о статусе его владельца. Ее дополняют качественные отделочные материалы – дорогие породы дерева, кожа, зеркала и лепнина. Поэтому здесь уместнее говорить о таком стиле, как неоклассика. То есть новое прочтение классики. Перед нами два рабочих места. Сейчас будет немножко магии. Издалека вообще непонятно, из чего сделана скала. Но на ощупь это настоящий камень. Неоклассику выбирают люди, которые имеют устоявшиеся предпочтения и вкусы, но предпочитают следить за модными тенденциями. Отличительными особенностями стиля считаются дорогой внешний вид помещения, большие окна и пространство, простота и лаконичность, симметрия, природные мотивы. Обстановка в стиле неоклассика выглядит дорого и изысканно, во многом благодаря тому, что используются только природные оттенки. За основу берется светлая цветовая гамма. Актуальны такие цвета, как бежевый, серый, белый, золотистый, голубой и коричневый. Этот стиль позволяет оформить интерьер, который будет актуальным на протяжении длительного времени. Спа-зоны в ванной комнате и стиль эклектика. Искусственная скала в зоне душевой до сих пор вызывает бурные обсуждения в комментариях под нашими выпусками. Вы пишите, что такие фактурные стены в мокрых зонах неуместны, ну или их будет очень сложно обслуживать. Брызги воды с мылом, гелем или шампунем, ну или это не гигиенично. Друзья, это архитектурный бетон, он не боится химических реагентов, а мы, между прочим, живем с вами в эпоху парогенераторов. Согласитесь, что скала в ванной или душевой это необычно для жителей наших широт. С вами не согласятся южане, которые с детства ныряют в море со скал или посещают общественные пляжи в скалистой местности. Скала в ванной комнате это достаточно частый запрос от наших заказчиков, поэтому хочется показать вам галерею работ в спа-зонах. Скалы в ванной комнате, как правило, вписывают в стиль хай-тек. Но в одном из предыдущих выпусков мы рассказывали вам о том, как дизайнер соединила скалу с тропическим душем и русскую баню. Поэтому в этой части выпуска мы хотим немного вам рассказать о принципах создания эклектичного стиля. Начало этому стилю положили архитекторы в середине 19 века. В поисках новых и более совершенных форм архитектуры они использовали элементы различных стилей. Дополнительным стимулом к смешению разностильных предметов в интерьере послужило развитие транспорта. В моду вошло приобретение предметов искусства и декора из других стран, экзотических редкостей из колоний. Все предметы в эклектичном интерьере должны гармонично сочетаться в единое целое. Отметим некоторые характерные особенности. В эклектичном интерьере главную скрипку играет мебель и декоративные предметы. Отделка стены пола служит фоном для предметов мебели разных стилей. Вместе можно соединять предметы двух, ну или максимум трех эпох или стилей. Обычно один более спокойный стиль – неоклассика, минимализм или скандинавский – служат базой для миксов стилей. Приветствуется использование декоративных и отделочных материалов с историей. Плитки, израстцов, ткани с необычной текстурой, ковров, крашеных дверей. Создание акцентной скалы – это излюбленный прием дизайнера для эклектики. Из архитектурного бетона можно имитировать старинную каменную укладку в стиле Прованс. Создать теплую, бежевую фактуру скалы или добавить брутальности за счет острых углов и цвета. Мы рассмотрели с вами четыре самых популярных стиля в интерьере и рассказали о том, как гармонично вписать искусственную скалу в разные зоны квартиры и частного дома. Вам понравился подобный обзор? Пишите в комментариях свое мнение, мы ценим обратную связь от каждого зрителя. Спасибо, что были с нами до конца этого выпуска. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому ролику, звоните в колокольчик и не забывайте об этом. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok